Го! Всем привет, с вами я, Дима, и это 17-й выпуск Жутких Пасхалок. Да, представьте себе, даже месяц не прошел после прошлого выпуска. Бля, я надеюсь, будут годные в этот раз. Я вам себя в шоке. Можем потом посмотреть про Darknet. И я не знаю, может быть, это станет уже традицией, но я вновь нашел для вас жуткие звуки. Но, скорее всего, не станет. Бля, жуткие звуки — самая пасосная херня. Самая неинтересная. Не расстраивайтесь, если вы расстроитесь. Ну и не радуйтесь, если вы обрадите. В общем, игра называется Jam Session. Выходила она на самую Friendly Family Nintendo DS консоль. И в этой игре вам нужно было демонстрировать свое чувство такта, свое чувство ритма. Музыкальная, в общем, игра была, которая, на самом деле, не особо зашла людям. За рубежом запомнили эту игру, наверное, только благодаря ее рекламе. Зацените, кстати, реально семейная такая реклама. И, как я и сказал, в этой игре вам нужно творить музыку. Вот если вы нажмете на струну А6 и просто позволите ей звучать, ничего больше не трогая, спустя несколько секунд послышится жуткий, едва разборчивый шепот. Что он говорит слабо понятно, но многие сходятся на мнение, что там звучит forgive us, то есть прости нас. Возможно, за ту самую рекламу извиняются пацаны. Блядь, чего? Реально? Армии Мэн. Че-то это крепота какая-то. ...гра 99-го года, между прочим, а нашли пасхалку вот только недавно. Кстати, в детстве я вроде играл в эту игру, может быть не в эту игру, их, по-моему, много было с этими зелеными солдатиками, но я точно помню, что у меня были такие игрушки. Всем же, наверное, это интересно, да? В общем, история тут весьма интересная. Дело в том, что на Reddit один из пользователей написал историю о том, как в детстве нашел в игре тревожное изображение мужчины. До какого-то момента ему мало кто верил, ему и самому слабо верилось, из-за того, что это было, во-первых, в детстве. Мало ли, что больное его детское воображение могло нарисовать. А во-вторых, он не мог найти это уже во взрослом возрасте, из-за чего появлялись сомнения. Возможно, он даже себя шизиком каким-то почувствовал, но тем не менее, спустя какое-то время один из пользователей все-таки залил ролик, в котором путем хитрейших манипуляций, если говорить точнее, ползания по грязи, он смог залезть в помещение с изображением мужика с огромной пришитой опухолью. Да. Просто зачем? Кое-кого напоминает. А еще в детстве наверняка многие пацаны не только играли в зеленых солдатиков, но и мечтали стать космонавтами. Просто лол зачем? Туда это встали? Ее уже давно нашли, нахренай, это вы... Но когда выросли, поняли, что это все, в общем, немного сложнее, чем казалось раньше. Но это только в том случае, если вы не слышали о такой игре, как Star Conflict. Игре, в которой ты сможешь... В одном из моих первых выпусков по жутким пасхалкам я, если помните, показывал вам джимена в Half-Life 2, который появлялся в игре по несколько раз, и которого, ну, не все могли заметить даже при полном прохождении игры, даже при вторичном прохождении игры. Так как появлялся он в неочевидных местах и буквально на несколько секунд, после чего уходил, пропадал и исчезал. Испарялся еще, можно добавить, больше синонимов вроде не знаю. И вот, согласитесь, становится немножко не по себе, если ты играешь в игру и замечаешь, как кто-то вечно наблюдает за тобой. Особенно, если этот кто-то это бледный худой мужик в смокинге с чемоданом в руках. И вот до недавнего времени казалось, что все локации, все места джимена, они раскрыты. Однако, спустя 15 лет, еще раз, спустя, блядь, 15 лет, нашли еще одно место, в котором скрывается джимен. Это вот такой вот двигатель. Да. И чтобы максимально хорошо все увидеть, желательно использовать ноу-клип и подкрутить еще настройки в видеоредакторе. И вот он, джимен. Вот такой вот пиздец. Бля, реально. Настолько пиздец, что можно было бы добавить в смешные пасхалки, ну, потому что чувак, блядь, в двигателе спрятался. Но потом я подумал, что раз уж я говорил о нем в первом выпуске жутких пасхалок, то это мой долг рассказать о нем. Блядь, это очень странно, но прикольно. В 17-м. Миссия с гидроциклом на каналах. Большая часть игроков проходит этот этап линейно, то есть просто проезжая все и вся. Но так как в игре присутствует все-таки свобода действий, то вы можете встать в любой момент со своего мупеда и пройтись куда угодно. Именно это нам и нужно сделать. Бросаем байк и с помощью бочки забираемся в сливную трубу. Или как она называется. Ну, а дальше проплываем в секретную комнату, где ждет кое-какой сюрприз. Блядь. И да, тут нас встречает скример. Согласитесь, такой. Довле дело мои скримеры. Буквально на днях, кто вдруг не в курсе, вышла делся диаметром экзотус. Называется история Сэма и там рассказывается история Сэма. Не будем долго об игре, суть вы поняли. Если помните, в оригинальной игре было много всякой жути. Оно в целом и понятно. Игра имеет задатки хоррора, какие-то мистические моменты и тому подобное. И вот тут, так же как и в оригинальной версии, можно будет заметить призрака девочки. Она просто выглянет в окно и пропадет. Выглядит это жутковато. Особенно если это была какая-то школа или какой-то детский сад. К слову, нечто похоже было и в Resistance 3. В эксклюзиве для PlayStation 3 у меня была эта игра. Но консоль сейчас находится далеко от меня, у родителей. И хотя, наверное, если бы она была у меня сейчас на руках, мне в любом случае было бы лень проходить, чтобы вам это показать. Короче, это я оправдываю херовое качество, которое вы сейчас наблюдаете. К сожалению, ничего лучше на просторах интернета я, увы, не нашел. Но в любом случае, и с таким качеством можно отчетливо увидеть странную фигуру в окне. Кто это такой, люди долго гадали на форумах и пытались даже спрыгнуть с лодки, чтобы подойти поближе. Но, увы, это вам не ПК с возможностью хакнуть игру и использовать ноуклип. Так что, так что эта мистическая фигура, которая наблюдает за игроком, так и останется, скорее всего, загадкой. Мне кажется, просто хуйня обсыратая, которая не имеет под собой какого-то осмысления. Ну, просто поставили, типа для... Смак 3. От этой пасхалки я вообще охуел, но не будем забегать вперед. Задание под названием Мышиная башня. Оно, на самом деле, по себе одно из самых жутких заданий в игре. Да, кстати, реально жуткий квест такой. Так, еще, оказывается, тут скрывается и призрак. Если это, конечно, можно так назвать. А, в общем, не так давно игрокам удалось запечатлеть на видео вот такую вот странную деревянную фигуру, которая появлялась буквально на доле секунды. Отчего можно было подумать, что это все просто какой-то фейк. И я было так и подумал, когда скачал игру, скачал сейв и мотался тут в течение получаса, так ничего и не увидев. Но, пошерстив формы, я нашел совет. Дескать, для того, чтобы увидеть эту фигуру отчетливо, нужно использовать NVIDIA ANSEL. То есть, встроенный в некоторые игры фоторедактор. Если у вас есть NVIDIA SHIELD, то просто ставите Геральта примерно на то место, где находится загадочная фигура, и отлетайте как можно дальше от самого Геральта. И вот она, худощавая деревянная фигура женщины. Это не похоже, согласитесь, на какого-то внутриигрового персонажа, с которым мы могли бы взаимодействовать в самой игре, и которого неудачно вырезали из игры. Но это и не похоже на то, что ее спрятали тут специально, то есть, ну, потому что больше напоминает баг. В любом случае, если это специально добавили, то добавили просто охуенно. Если это случайно добавили, то в очень охуенно месте это случайно произошло. Я не знаю, что сегодня за выпуск, у меня получается, но вновь... Бля, жалко, я думал, он объяснит эту херню как-то. Ну, окей. ...пасхалка, которую нашли спустя несколько лет. Пяти. Да, это может показаться странным, демку игры удалили из PSN еще в пятнадцатом году, но тем не менее, умельцы все еще играют, разбирают и находят что-то новое в игре. Это трудно назвать настоящей пасхалкой, оставленной специально разработчиками для игроков, потому что, чтобы ее увидеть, нужно сломать игру, вернее, сломать камеру и залететь за спину нашего героя. И тогда мы поймем, что всю игру за нашей спиной ходит в конвульсиях страшная какая-то тетка. В самой игре ее никак невозможно увидеть, как бы вы быстро не крутились, ее просто не будет. Но она там все-таки есть. Так что же, веди теперь с этим факт. Хотя, к кому, блядь, какая разница, в игру уже особо никто не поиграет, так что, да. Postal 4. Уж чего, наверное, точно можно было не ожидать в этом выпуске, так это игры, в которые можно ссать на людей. Короче, тут буквально на первой локации можно будет найти мотель, на втором этаже которого будет закрытая комната. Тут хоть ебашите ногой, подстреляете по окнам напрямую, вы туда вряд ли попадете, однако можно будет зайти в соседнюю комнату и тут отодвинуть кому-то с помощью функции, опять же, ебануть ногой. Ну а далее пролезаем через вентиляцию и попадаем в жуткое помещение с садовым гномом посреди комнаты, с садовым гномом на тумбе и манекеном в углу. Означает это, скорее всего, большим счетом ничего, поэтому переходим к последней игре. Кстати, прикольно. Я люблю такие штуки, когда находишь комнату, где, например, совершалось убийство какой-то серийного маньяка или что-то такое, не знаю, прикольно. Игра, которая, скорее всего, бьет всех старичков по ностальгии, так как это ремейк утиной охоты. Вернее, не совсем ремейк, на самом деле, разработчики добавили в игру много чего интересного, это жуткий сюжет, оригинальную подачу, ну и много чего другого. Если кратко, по сюжету, мамка покупает своему маленькому сыночке игру, точнее, берет ее в аренду на один день, и этой игрой является как раз-таки утиной охоты. По сути, в игре тут мы выступаем и в роли мальчика, и в роли охотника, за которого играет мальчик. То самое интересное, в игре несколько концовок, а некоторые из этих концовок выглядят пиздец как крипово, но рассказывать о каждой из них я не буду, так как нельзя назвать пасхалкой. Однако, в игре все же есть и секретные концовки. Одна из них открывается в том случае, если вы получаете все шесть основных концовок, и как только вы это сделаете, в комнате появится кассета под названием «Это я». Батя его, что ли? Был в костюме. Посмотр содержимого нас выкинет в режиссерскую комнату, которая объясняет нам, как рассказывается история. Короче говоря, оказывается, что всем заправляет тут пёс, и это скорее, конечно, рокловая концовка, являющаяся отсылкой Accident Hill, но есть в игре еще и жуткая концовка, которая открывается уже не так очевидно. Нет, не хочу. Сначала нужно будет пройти игру хотя бы один раз, и после первого прохождения на полке появится книга под названием «Ребенок-волшебник». Берем эту книгу и кидаем в кошачьи часы на стене. Ебать. Да, мы переносимся в жуткую комнату с котами, вернее, с часиками в виде котов. И тут у нас есть возможность менять время. При настройке правильного у кота должны открываться глаза. Сделать это нужно со всеми, и тогда появится сообщение «Запомни минуту», буквы «1, 2, 3, A, B, C». Это явно намек на то, что каждая стрелка — это буква, то есть 1 — это A, 2 — это B, 4 — это D, 5 — E и так далее. И таким образом, оглянувшись на всех правильно настроенных котов, у нас получается фраза «Bad Dad, Bad Kid», то есть «Плохой отец, плохой ребенок». Что это значит, я не совсем понял, но это еще не все. Вернувшись в свою комнату, нужно будет снова взять ту же книжку и на этот раз кинуть ее в фонарь. Таким образом, игра переместит вас в домик на дереве, где можно будет найти доску для общения с духами. Думаю, вы уже догадываетесь, какую фразу нужно будет тут написать. Если не догадываетесь, то, ну, я не знаю, вы, скорее всего, тупой, скорее всего, поэтому отпишитесь от меня, пожалуйста. Поздравляю, малыш-волшебник, ты избранный, иди отдыхай, ты добрался до самого конца, твердит нам эта надпись. То есть, вроде как это конец, хочет сказать игра, но на самом деле нет. За стендом можно будет найти еще книгу и взять ее и швырнуть опять же в дверь, мы увидим следующее. Получается, вроде как намек на то, что мы видим ненастоящую концовку игры, так как игра оставляет нам довольно мрачное сообщение. Увидимся в следующий раз. И вот такая вот концовка. Ну и не забывайте про колокольчики, кстати, для меня это намного важнее лайк. А, не кран и не кон, точно, да. Так что, если хотите сделать мне приятное, лучше нажмите на колокольчик. Класс, на самом деле, вот эта игра последняя, которая, как она там называлась? Даг, господи, блядь. Ну, вы поняли меня. Оригинальненько, если в ней столько всего. Оригинальненько, если в ней столько всего.